Так, давайте прощаться. Вас как звать-то? Даниил. О, Даниил. Это знаешь, что означает Даниил? Что? Минутку, я, чтобы не ошибиться, ещё разок проверю. Вот, смотрите. Это церковный журнал. Даниил, минутку. Я вот только что отвечал А, Б, В, Г, Д, И, Д. Даниил. Дамиан. Даниил. Возлюбленный. Еврейское слово. Возлюбленный. Одним словом. Итак, возлюбленный, до свидания. До свидания. Храни вас Господь и Матерь Божия. Да. Богу слава. Да. Дай Бог вам здоровья. И вам всего хорошего. В скайпе меня находите. Игнатий Лапкин. Мы вас уже нашли. Да. Ходил тут и нахожусь. То есть вы не знаете. Вы должны спросить так, где я сейчас нахожусь. Я уже понял. Где ты родился? А родился тоже вам не имеет никакого значения. Я родился в Японии, Окинава. И что вам это даст? Михаил, я так говорю конкретно. Вы сейчас заматеритесь еще. Материться начнете. Не, мы матом не ругаемся. Ну ладно. Что-то у вас вид такой сонный, как с похмелья из Будуна какого. Не, 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 не. Сейчас на работу нам идти просто надо. Мы только проснулись. Так, слушай. А вот решили перед работой залезть и маленько посмеяться. Так, ну послушай внимательно. Алтайский край, город Барнаул, Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Достаточно для вас? Тебе так не скажет. Я вам ответил на ваш вопрос более пространно, нежели вы желали. Спасибо вам большое. Ну в таком возрасте, мне кажется, интернет некоторые деды не знают, что такое интернет. А тут такой, о-о-о, весь такой. У меня практика огромная. 57 лет проповедник. И я пришел сюда как врач для больных. А, вон оно что. А если мы больные, что ты нам посоветуешь? Дальше покурить сюда. Так, у вас, если вопросы серьезные есть, а не то, что язык заплетается. Не надо это. Вы запомните два слова. Игнатий Лапкин, если по скайпу зайдете, я один, меня сразу найдете. Но только что были трезвые, не курили, не пили. Я трезвый, я трезвый. Я просто больной маленько. Так, ну ладно, все хорошее. Вы отдыхайте, с Богом. Это не касается того, что я говорю. Почему? Ну в смысле, а что такое? Я еще раз, я еще раз отмечаю, что это никакого отношения не имеет к тому, кто приходит в роли врача. Вы пришли в стоматологический кабинет, сели и врачу спрашиваете, у вас семья есть? А у вас сколько на книжке? А потому что пустота в голове, в сердце, поэтому спрашивайте глупости. Я уже ответил вам, где живу, как сбать, сколько возраст, а вам мало. Вы на одном месте крутите, зачем вам это, юноша молодой? У вас один, вы должны один вопрос задать. Чем мы можем быть полезны друг для друга? Для спасения души, для вечности? Чего вы такие расхлюпанные? Да я не знаю. Ну в смысле, а что такое? Вот так, надо молиться. Молиться к Богу. Вот у мусульман пятикратный намаз, у нас семикратный. И в каждом намазе, молите, сто поклонов. Начнешь говорить, а я мусульманин. Так мусульманин, я говорю, раздельщик человек. Смотри, мусульманин. Коран. Коран. Я говорю, считай. Не может просчитать. Я говорю, тут баран, такой же, как мы. У нас стоят на церковно-славянском, тоже ничего не понимают. Я гражданин России. Надо знать волю Божию. Быть достойным того, чему учит нас Иисус. Ну, смотрите, а что Он сделал? Ну, что Он дал, Бог Иисус? Что Он дал? В первую очередь, Бог дал мне жизнь. Дал глаза, нос, рот, все необходимое. Вам дали это родители? Родители не знали, что я буду. Родители ничего не могли дать, когда они не знают. И они не знали, что я уже зачался. Мать узнала на третий месяц. Ничего не знает человек. Мы ходим по земле, которую Бог дал. Солнце, дождь. Температуру, атмосферу, питание. Все, что есть у меня. Душу, память. Бог дал мне. Дал прекрасную жену мне, Господь. Молился. Я за Слово Божие, за Библию сидел, в пяти тюрьмах прошел. Я в ней уверен на сто процентов. Вы сказали, что у вас есть жена. А вы говорили, что не сидя про семью говорить. Ну, я по ходу речи и сказал. Ну, не выпрашивать. Не, ну, а что здесь такого? Еще нет, это пустое время. Время уходит. Вы тонете. В позиции тонущего ни о чем не спрашивают. А ты можешь меня вытащить там? Под лед проваливается. Реха тебя засасывает. Вы даже не понимаете, что люди, которые не верят во Христа, они балансируют на грани между раем и адом. У вас вопросы духовного содержания есть? Нет. Я все, я просыпился. Спасибо вам большое. Да ничего. А вот вы, если хотите больше узнать, у нас очень большие ресурсы. Запомните два слова. Игнатий Лапкин, это я. И зайдите в скайп. И я вам скину их. У меня большой в Ютубе канал. 17 600 роликов. 17 тысяч, нифига себе. А вы сейчас трансляцию ведете? Что делать? Ну, трансляцию там на Твиче, на Ютубе. Да, да, это все. Это не чужие ролики наши. Не, ну, в смысле, сейчас кто-то нас смотрит? Сейчас, в данный момент, нет, никто не смотрит. А как тут смотреть? Нет. Это просто, когда бывает, приезжают гости где-то в интернете, что-то записанное. Тогда, позже, когда-то, да, там смотрят люди. У меня тайны никакой нету. Мы говорим о хорошем. Как правильно жить. Как любить Бога. Как приготовиться к смерти. Что нас ждет. У меня просмотров на Ютубе 43 миллиона. Ну, это круто. Вы большой молодец. Ну, я для Бога стараюсь. Вот сегодня я уже в интернете с первого часа ночи. Большая почта. Надо ответить. Пишут. А вы просветляете людей? Да. Вы в Библию? А почему у вас Коран еще есть? Вы Коран тоже знаете? Потому что много мусульман. Они спрашивают. Я должен знать. Я эту книгу знаю, как ни один, может, мусульманин не знает. У меня одна книга написана о Коране. А каждая книга... У меня 38 томов вышло книг. Томов. Каждая. Вы можете чем-нибудь Корана зачитать? Да хоть что можно считать. Сейчас зачем? Я показал просто так. Ваша книга. Вы ее читайте. Я зачем буду так трогать? Я христианин. Я христианин? Ну, тогда проще. Тогда зайдите на наш сайт. Запишите. Сайт называется. Не скайп. Сайт. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин? Игнатий Лапкин. Это я. Во свете Библии сайт. Вот. Игнатий Лапкин, если напишите, сайт во свете Библии. И там первая страница, и справа идут... 55 папок. Вы найдете мусульманство. И там я отмечаю на сотни вопросов студентам. Вот я... Во свете Библии, да, вас? Да. Если зайдете... Канал. Канал во свете Библии. Канал. Это другое. Во свете Библии. Вы найдете нас здесь. Повторяю. Подобного канала, сайта в мировой сети нету. Просто нету. Ну вот вы... Вы сейчас не записываете в чате рулетки? Что сделать? Ну вы... Вот вы записываете вроде в чате рулетки. У нас все записывается. Я же сказал вам. Но только в интернете сейчас у меня связи нету. То есть онлайн у нас нет записи. Я не записываю так. А просто у нас все записывается. Друзья приезжают, гости. Домашние. Скотину держим. У меня две голубятни. Я все записываю. Людям очень интересно. И при том название соответствует действительности. А вы какие-нибудь конференции проводите? А вы с какого города? Город Барнаул. Алтайский край. Лапкин и Гнати Тихонович. Мне 81-й год. Ну вы там где-нибудь у себя в Барнауле проводите? У нас сейчас рулетка. Идут занятия по интернету. Три раза в неделю. Вы выйдите на меня по скайпу. Я вам скину все это. Да я не особо интересуюсь. Э, нет. Вы не уйдете. Вы увидите, как жить надо. Мы строим православную деревню. Как люди одеты. Какие девушки. Какие парни. У нас все с бородами. А любовью можно заниматься или это грех? Что сделать? Любовью можно заниматься или это грех? Что значит любовью? У нас без любви ничего нет. Все по любви. Мы нищих, сирот, вдов, сирот всем помогаем. А это дело любви. Нет, ну в плане того, что с девушкой можно с парнем заниматься любовью? Это развратом, да? Нет, конечно. Она может выйти замуж за него. И сохранить девство до брачной ночи. И он такой же должен быть. И дальше быть верными друг другу гробовой доски. Это не любовь чем занимаются. Они занимаются безумием. Смертью. Прелюбодеянием. Как в шатрулетке. И место им только в аду гореть. В смысле только после файмы? У нас только так, как я вам говорю. У нас нет абортов. Нет предохранительных. Вот у нас отец инвалид войны с фронта был без руки. Мать с отцом полкласса не кончили. А в семье нас 10 детей живых, не считая умерших. 10, 5 мальчиков, 5 девочек. И мы ни разу не слышали, чтобы родители ругали власти. А жили бедно-бедно. И ни одного больного нету. Мне 80 лет, я еще таблетки ни одной не съел. А как вы так здоровье свое... Жить нормально надо. Вставать рано. Днем никогда не ложиться. Работать физически. Пропотеть, чтобы раза 3-4 в день. И спокойно. Никогда не обманывать. На душе должно быть спокойно. На ночь, если хочешь, ложка меду. Настоящего с пасеки. А чай, кофе вредно пить? Нет, чай, кофе, какао у нас табу. Это вредно, да, пить? Вредно. Это наркотики. А вы курили? Не курил никогда. Маленьким был в школе, пятом классе, там, ну, какой-то бычок нашел, потянул, закашлялся и бросил. Я курил, бросил. Ну, вот так. Зачем курить, когда мы являемся храмом Божьим? Храм Божий. А кто этот храм разрушит, а это 12 лет жизни отнимает, то упокарает Господь. Святой Иоанн Кронштадтский говорит, уста рот курящего демонская кадильница. Понятно. Вы зайдите на наш скайп ко мне, Игнатий Лапкин. Я вам скину все ресурсы. Повторяю, таких сокровищ в интернете нигде больше нет. Я зашел на этот, на ваш этот, Ютуб, подписался. Так, вас как звать-то? Владимир. Владимир, это означает, ты должен владеть миром и, в первую очередь, самим собою. И вы спросили о женщинах не случайно. Это вас интересует. Такой видный парень и думает, что тебе все покорны будут. Состаришься, ты не заметишь. И ничего нету. Никогда не прикасайся пальцем к женщине. Женщина – это самый опасный капкан, самое дорогое удовольствие. Женись, повенчайся в храме, если ты православный, а не обманщик. И живи, будь верен. Глазами не зырки куда попало. Смотри на свою возлюбленную. А вот сложно, сложно так. Ничего сложного нету. Страх Божий обуздает тебя. Вы просто распустили себя, нынешнее поколение гнойное. Ну да, есть такое. Да не есть такое, это садом. Что здесь делают-то? Анонизмом половина занимается. Голые. Женщины сиськами трясут. А смотрите, а если хочется, что делать? Трудиться, пост объяви молитвой. Не ешь дня три-четыре, и у тебя все склынет. У тебя этот пожарный шланг не будет надуваться. Это, в смысле, не кушать? Не ешь, не пей, не ешь. Дня три-четыре, работай. У тебя, тебе горшок с кашей будет дороже, чем женская попка. Ха-ха-ха. Ну, это тяжело. Наоборот, легко. Для этого ничего не надо. Не надо зарабатывать, ничего. Просто не ешь и не пей. Вот это вот, украти этого коня. Ну да. Так, Владимир, береги себя. Ага, все, спасибо большое. У нас говорят, спаси Христос. Так, найдите меня в скайпе. Повторяю, в скайпе. Там можем поговорить. А у меня скайп почему-то, ну, что-то плохо работает. Я на вас... Вы один раз у кого-то попроситесь и зайдите. Я вам скину все данные. Такого, повторяю, в мировой сети нет, как у нас. Нету. Спасибо большое. Слава Иисусу Христу. До свидания.